Севастополь впервые принимает Всероссийскую школу-сервиса для руководителей студенческих отрядов. С ее участниками встретился Михаил Развожаев. Губернатор Севастополя пообщался с представителями молодежи, а также обсудил с бойцами студотрядов планы работы на лето. Мало построить гостиницы, мало вложить деньги в рестораны, мало создать красивую вокруг инфраструктуру. Самое главное, лучше меня понимаете прекрасно, что ничего не полетит, если не будет людей увлеченных, креативных, профессиональных, которые понимают мировой уровень стандартов, которые понимают, как его добиваться. Школа-сервиса – это победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов в 2020 году. Ее автор – представитель севастопольского студенчества Дарья Денисова. Участники школы-сервиса получают как теоретические, так и практические навыки. А также знакомятся с будущими работодателями. Проект собрал 60 человек из 35 субъектов страны. И сегодня Севастополь становится такой точкой центра притяжения и размышления о качественном и туризме, и высоком индустрии гостеприимства. Говорить с работодателями, обсудить проблематику, то есть и то, и как это, наверное, сформировать ту планку, то видение, что бы мы хотели в рамках сервиса в нашей стране, то есть чтобы мы не мчались, может быть, за границу, а приезжали к себе и говорили, блин, как круто отдыхать в своей стране, как это делается классно и на каком высоком уровне. Также Михаил Развожаев поручил профильным заместителям усилить вовлечение бойцов студенческих отрядов в строительство социальных городских объектов. Продолжение следует...